Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и вначале коротко к главным событиям к этому часу. Карабахский университет очень скоро возродит исторически существующую образовательную среду в регионе. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном к участникам 16-го съезда учителей Азербайджана. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Нидерланды на протяжении 30 лет никогда не принимали во внимание тот факт, что в результате армянской агрессии были нарушены суверенитеты и территориальная целостность Азербайджана. Проведена политика этнических чисток. Более одного миллиона азербайджанцев были насильственно перемещены и стали беженцами, говорится в сообщении МИД Азербайджана. В Агдаме обсудили восстановление и развитие туризма на территориях, освобожденных от оккупации. Этот рот экономической деятельности является одним из основных направлений в процессе возрождения деоккупированных земель. А теперь подробнее. Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением в Баку в следующем году 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29. Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске новостей. Тем временем правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента страны на предстоящих внеочередных выборах главы государства, которые пройдут 7 февраля 2024 года. Решение было принято на состоящемся сегодня расширенном заседании правления партии. Карабахский университет очень скоро возродит исторически существующую образовательную среду в регионе. Об этом в частности говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном к участникам 16-го съезда учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку. По словам главы государства, мероприятие знаменательно проведением в рамках года Гейдара Алиева. США тем временем надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В числе позитивных шагов на пути к миру он отметил незамедлительное исполнение договоренности об обмене военнослужащими. По словам О'Брайена, совместное заявление продемонстрировало поддержку друг друга во многих отношениях. США, Евросоюз и другие стороны готовы помочь в достижении мира между Баку и Ереваном. Скорейшее заключение мира принесет огромную пользу, подчеркнул О'Брайн. Он напомнил, что в Вашингтон провел несколько раундов переговоров между министрами иностранных дел двух стран, добавив, что встречи в таком формате возобновятся в скором времени. Соединенные Штаты приветствуют и продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом, в частности, на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. По его словам, этот вопрос является частью всех обсуждений между госсекретарем США Энтони Блинкином и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Мэтью Миллер выразил согласие со словами министра иностранных дел Турции о том, что мир возможен. США поддерживают прямые переговоры между двумя сторонами для его достижения. Ну а в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джихуна Байрамова с делегацией Турции во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Стороны подчеркнули, что взаимовыгодное партнерство Азербайджана и Турции в рамках международных и региональных организаций носит образцовый характер. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, а также постановительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях. Было выражено удовлетворение текущим состоянием многоранговой и богатой азербайджано-турецкой повестки дня стратегического союзничества. Отметив, что отношения во всех сферах находятся на историческом подъеме, была подчеркнута и роль Шушинской декларации. Говоря о ситуации на Южном Кавказе, стороны отметили, что в регионе наступил исторический момент. Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджанам и Армении являются единственным фактором на пути к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе. Тем временем президенты США и Турции Раджеп Тайб Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор. Темами обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке, членство Швеции в НАТО, поставки истребителей F-16 и двусторонние отношения. По мнению президента Турции, отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к быстрому прекращению огня между Израилем и Хамас. Лидеры затронули вопросы, связанные с дальнейшим повышением оперативной совместимости Турции с Североатлантическим альянсом и договорились поддерживать тесный контакт в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года. Возрабатываясь к теме ситуации на Южном Кавказе и визита министра иностранных дел Турции в Азербайджан, об этом мы подробнее поговорим с Ильясом Гусейновым, политологом. Он подключается к нам. Здравствуйте. Добрый день. Итак, примечательно, что Хакан Феддам прилетел в Баку после переговоров в США. Как это повлияло на повестку переговоров, так как отмечалось, что в Соединенными Штатами широко обсуждался вопрос Южного Кавказа? Да, все верно. Мне кажется, что вот этот визит не случайный. И есть очень многое между Азербайджаном и Турцией для переговоров. Я думаю, что братская страна в лице Турции поддерживает Азербайджан на всех платформах, на всех переговорных площадках. И сейчас я думаю, что главы Вечнополитического ведомства провели очередную консультацию, потому что у нас есть союзные отношения. И после освобождения Карабаха и Восточного Зенгизура у нас был подписан в 2021 году, 15 июня, Шушинская декларация. И вот у нас отношения уже поднялись на военное сотрудничество, на уровень военного сотрудничества. И здесь, конечно, во время официального брифинга и господин Джейхун Байрамов и Хакам Фидан очень подробно описали наши сегодняшние отношения. И здесь главное то, что у нас в вопросах энергетического сотрудничества, в вопросах транспортных путей и в вопросах, конечно, региональной безопасности все мнения совпадают. И это естественно, потому что мы братская страна. И здесь Турция тоже поддерживает процесс нормализации отношений с Арменией. И есть еще такой принцип томино, потому что в параллели еще идет процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией. Есть разного рода договоренности, согласия насчет того, чтобы открыть границу между Турцией и Арменией. Но главное приоритет для Турции то, что вот сперва вопросы Южного Кавказа должны быть решены, должны стороны договариваться и подписать мирный договор. И после последнего заявления администрации президента Азербайджанской республики совместно с аппаратом премьер-министра республики Армении появился исторический шанс для устранения всех проблем и подписания мирного договора. Сейчас многие говорят об этом на Западе, в России, в Турции. И вот, конечно, после того, как Аркан Федал совершил визит, сейчас очень актуален вот этот визит в Азербайджан, глава внешнеполитического ведомства. И, конечно, несмотря на то, что есть разные круги, разные люди политического, только они стараются на Западе против Азербайджана при помощи армянского лобби что-то сделать. И вот этот процесс против мира на Южном Кавказе надо вот сперва отстранить все эти мысли, все эти размышления против мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и проявить политическую волю. Потому что мы понимаем, что есть силы, которые не хотят мира, не хотят того, что стороны без посредников смогли договорить и подписать мирный договор. Но надо стараться отстранить всех этих, в кавычках, этих медиаторов и договариваться. Потому что вот появился очень исторический, очень большой шанс для мира на Южном Кавказе. И сейчас надо воспользоваться вот этим шансом. И вот, конечно, принимая во внимание, что все внешние политические приоритеты между Азербайджаном и Турцией совпадают, то Турция тоже вот в этом процессе и помогает для нормализации отношений. Потому что Турция тоже понимает, что сейчас надо воспользоваться этим очень хорошим историческим шансом. Да, надеемся, Армения этот шанс не упустит. Вот США также приветствует эту роль Турции в нормализации отношений. А вот какова эта роль на данный момент? Что сейчас Турция делает для нормализации? Какие шаги предпринимаются? Вы знаете, у Турции есть, конечно, очень большие планы с Южным Кавказом, со Средней Азией. Потому что после войны в 2020 году появилась очень хорошая возможность в плане транспортно-логистических путей. И через Армению, если откроется вот этот долгожданный Зангизовский коридор, у нас появляется очень большой шанс выйти на Среднюю Азию, в Китай. И вот стать очень приемлемым мостом для этих транспортных артерий. И Азербайджан станет перекрестком Востока и Запада. И вот сейчас даже у нас геостратегическое расположение очень угодно для этого проекта. Но есть, конечно, разногласия в плане Зангизовского коридора. До сих пор не имплементируется девятый пункт заявления от 10 ноября 2020 года. Но у Турции есть, конечно, во-первых, очень важные политические, геополитические, экономические, транспортные, энергетические приоритеты для нормализации отношений. И если вот как очень важный союзник США и НАТО в этом регионе Турция уже договаривается с США, с Соединёнными Штатами, и Соединённые Штаты приветствуют роль Турции в этом процессе, то это уже говорит, что какие-то предвзятые заявления, какие-то двойные стандарты мы предь не услышим. Мы, конечно, будем следить и, конечно, надеяться на то, что вот этого не произойдёт. И ещё надо принимать во внимание, что Джеймс Убрайан был у нас в гостях, был с визитом в Баку, его принимал господин президент Ильхам Алиев. И сейчас вот отношения между Баку и Вашингтоном, конечно, нормализуются, и это тоже надо учитывать. И как очень важно, я хочу повторить, союзник Североатлантического альянса Турция вовлечён вот этот процесс, и я думаю, что вот этот процесс приведёт, конечно, к миру. Да, будем надеяться. К слову, в самой Армении отмечают необходимость налаживания связей не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Вот как такое взаимодействие повлияет на регион в случае подписания мирного договора, конечно же, так как с Турцией сейчас границы с Арменией, экономические проекты сейчас закрыты из-за агрессии Армении против Азербайджана, которая совершалась на протяжении 30 лет. Какие перспективы есть в отношениях между Турцией и Арменией? Вы знаете, вот есть специальные представители между Турцией и Арменией. И со стороны Армении, это витязь спикер Рубин Рубиньян со стороны Турции, бывший посол Турции в США, очень опытный дипломат. Вот они не раз встречались. И вот главная цель, конечно, налаживание дипломатических связей, открытие коммуникации. И, как я ранее говорил, для Турции важнее азербайджанские национальные интересы, азербайджанское видение, нормализация отношений. И это в одной цепочке надо рассматривать, как отдельные части одного пазла для решения всей проблемы, для решения всего региона. И у нас есть, конечно, еще наряду с этим проект «Три плюс три». Это проект главной целью ставить перед собой невмешательство каких-то других геополитетических акторов в этот регион. Южно-Кавказские страны, Азербайджан, Грузия, Армения, и плюс Иран, Турция, Россия должны все совместно решать региональные проблемы. Потому что это исторически так сложилось. А какие-то посторонние геополитетические акторы, они имеют, конечно, деструктивный характер. Это во-первых. А во-вторых, для Турции главное то, что подписать мирный договор Азербайджана с Арменией, и потом, конечно, налаживать свои отношения между Анкарой и Ереваном. Но есть еще и факт того, что строится приграничная зона между Турцией и Арменией. Пункт пропуска Маргара, и очищаются территории от мин. И это тоже важно учитывать, потому что Турция и Армения уже строят планы насчет этого. А для Армении главное то, что без Азербайджана, они раньше вот этот нарратив выдвигали, что без Азербайджана можно и решить проблемы. Мы помним тюркские протоколы, футбольную дипломатию. Но, конечно, сейчас очень сильные дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией. Мы гордимся этими отношениями. И у нас союзно-военные отношения сейчас в совершенно ином качестве, в совершенно ином стадии. И, конечно, у нас совпадают все мысли, как региональные, так и глобальные. Да, большое вам спасибо. Тем более стороны Армении и Азербайджан сейчас как никогда близки к мирному соглашению. И роль Турции в этом вопросе действительно велика. Я отмечу, на прямой связи со студией был Ильяс Гусейнов, политолог. Мы говорили о недавнем визите министра иностранных дел Турции в Азербайджан, а также о возможности скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И роли в этом процессе Турции. Теперь вернемся к теме телефонного разговора президента Турции Режепа Таипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом, которая также прошла недавно. Стороны обсуждали множество вопросов о том, о чем удалось договориться по Ближнему Востоку, а также о ситуации в отношении членства Швеции в НАТО и другим вопросам. Поговорим с моим коллегой Туралом Асадием, он подключается к нам из Турции. Турал, здравствуй. Что можешь сказать по этому поводу, о чем говорили лидеры Турции и США? Добрый день, Медина. Как вы правильно отметили, одной из главных тем телефонного разговора между Режепом Таипа Эрдоганом и президентом США Джо Байденом было как раз-таки израильопалестинское урегулирование, а также вопрос о вступлении Швеции в НАТО. Отмечу, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. И здесь интересный факт заключается в том, что турецкие СМИ пишут о том, что Джо Байден таким образом в ходе телефонного разговора пытался надавить на турецкого лидера с тем, чтобы тот согласился на скорейшую ратификацию документа о вступлении Швеции в НАТО. На данный момент этот документ проходит обсуждение в комиссиях турецкого парламента. И пока процесс вступления Швеции, процесс ратификации не завершен в парламенте Турции. И ряд западных стран, и, конечно же, в первую очередь США, пытаются ускорить данный процесс и использовать все рычаги для того, чтобы надавить на турецкую сторону. И, по всей видимости, очень много два лидера говорили как раз-таки об этой теме. Между тем, Эрдоган заявил о важности роли США для того, чтобы остановить кровопролитие в Палестине. По словам в Газе, по словам турецкого лидера Эрдогана, США несут историческую ответственность за данные события. И Соединенные Штаты являются одним из тех стран, которые как раз-таки могут положить конец данному кровопролитию и помочь сторонам достичь мирного урегулирования. Турецкая сторона, в свою очередь, продолжает все свои усилия. Эрдоган в очередной раз отметил готовность Турции выступить в качестве одной из стран-гарантов для независимого государства Палестина. По мнению турецкого лидера, единственным решением данной проблемы, данного конфликта является создание наличия в регионе двух независимых государств Израиля и Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Данный разговор очень долго планировался. СМИ турецкие ранее сообщали о том, что возможно он не состоится. Но вчера данный телефонный разговор как раз-таки состоялся. Помимо данной темы обсуждались и двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Известно, что между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы по ряду вопросов наблюдается напряженность. Это связано и с поставками истребителей F-16, с процессом модернизации тех, которые есть в наличии у Турции. И американская сторона каждый раз выдвигает все новые условия. И, конечно же, данный факт волнует Анкару. И мы знаем, что уже Анкара начала процесс закупки уже истребителей у ряда других западных стран. Истребителей Еврофайтер, у Великобритании, Испании. Возможно, получится у турецкой стороны закупить данные истребители. И с немецкой стороной данный процесс пока так же продолжается. Но есть некоторые сложности. И СМИ сообщают о том, что, скорее всего, Турция закупит эти истребители либо у Великобритании, либо у Испании. В целом, если возвращаться к телефонному разговору, он является очень важным с точки зрения как двусторонних отношений между США и Турцией, как и для регионального мира и стабильности. Турция и США являются союзниками по НАТО. И Анкара всегда заявляет о том, что США, Вашингтон, должен понимать важность роли Турции в регионе. Тот факт, что все проблемы необходимо решать при участии турецкой стороны, конечно же. Медина, на этом у меня пока все. Большое спасибо. В американо-турецких отношениях рассказал мой коллега Турал Асади. Он подключался к нам на прямой связи из Турции. А мы продолжаем. Антиазербайджанские высказывания, содержащиеся в заявлении правительства Нидерландов, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с принятием накануне заявления о выделении помощи Армении. В документе Нидерландов говорится, что якобы 100 тысяч армян силой были изгнаны из своих домов в результате антитеррористических мероприятий Азербайджана. Айхан Гаджизаде отметил, что Нидерланды в течение 30 лет никогда не принимали к сведению факты нарушения Армении, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, приведение политики этнической чистки против азербайджанцев, пребывание более 1 миллиона азербайджанцев в положении вынужденных переселенцев и беженцев. Азербайджан никогда не выдворял из Карабаха армянских жителей. Миграция в Армению и другие страны являлась их собственным решением. Миссии Организации Объединенных Наций в регионе подтвердили, что азербайджанская сторона не брала на прицел гражданское население. Кроме того, расположенный в Гааге Международный суд также отклонил последние иски Армении по этому поводу. Было бы полезно, если бы нидерландская сторона, уважая принцип международного права, положила конец подобным заявлениям, препятствующим и дальнейшему развитию процесса региона, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал это решение саммита, цитата, символом надежды для народов и тех стран и европейского контингента. По его словам, Европейский Союз также будет вести переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут. К этому вопросу вернутся в марте 2024 года, когда Еврокомиссия предоставит отчет с целью принятия решения. Решение начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз – это наша общая победа. 27 лидеров стран ЕС сказали «да» нашей стране. Они сказали «да» нашему европейскому будущему. Это новая страница в нашей истории. Два года назад никто не предполагал, что в 2023 году Еврокомиссия предложит начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Сегодняшний успех – это заслуга всего общества. Это заслуга всех, кто выбирает демократию, процветания. Всех, кто терпеливо и надежно трудится. Мы, европейцы, и это признал весь Евросоюз. В свою очередь, Венгрия отказалась участвовать в принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан воздержался при голосовании, когда лидеры Евросоюза принимали решение о старте переговоров с Украиной, о ее возможности вступления в Совет и демонстративно покинул здание. Позже глава венгерского правительства заявил, что решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС неправильное. В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной – совершенно иррациональное и неправильное решение. И Венгрия не меняет свои позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, что такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем. Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении, поэтому мы воздержались от него. Ответим, что по итогам переговоров в Брюсселе Грузии предоставили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Страна подавала заявку на членство в Союзе еще в марте 2022 года. Ранее в этом году Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата с выполнением девяти условий, включая следование внешней политики Евросоюза. Теперь о новостях Азербайджана. В рамках реализации концепции «Великое возвращение» продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Сегодня еще 25 семей отправились в освобожденное село Забух Лачинского района. Таким образом, на сегодняшний день в городе на постоянной основе проживает 146 семей или 568 человек. Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 92 человек выехала из жилого комплекса «Губу-парк-3» в городахском районе Паку и отправилась в село Забух Лачинского района. Это 25 семей, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и административных зданиях в различных районах республики. Я покинула село Забух в 1992 году, будучи ребенком. И сейчас я очень взволнована. Я счастлива, что вместе с сыном возвращаюсь в родные края. Мне было 8 лет, когда я покинул Лачин. Сейчас мне 41 год. Сейчас я переезжаю в родные края вместе с семьей. К сожалению, многих из моих родных уже нет. Да упокоит Бог души героев, отдавших жизнь за нашу родину. Дай Бог здоровья нашим ветеранам. Благодаря им мы сегодня испытываем эту радость. Согласно указу президента Азербайджана Ильхам Алиева, в Лачине продолжаются строительно-восстановительные работы домов бывших переселенцев. Реконструируются села, прокладываются автомобильные дороги и строится новый аэропорт. Так возвращающиеся после 30-летней оккупации в родные края Лачинцы будут жить в современном и развитом городе. Мне не было и 30 лет, когда я покидал Лачин. Сегодня мы возвращаемся домой со всей семьей. Никто уже не верил, что мы застанем день, когда вернемся на свои земли. Верите, мне даже автобус не нужен, я готов идти до Лачина пешком. Я так рад тому, что возвращаюсь, что кажется, все мои проблемы испарились. Когда я уезжала из Лачина, мне было 30 лет. Сейчас мне уже 62 года. Слава Богу, что сегодня я возвращаюсь домой. Я истосковалась по родным краям. Благодарю главу государства за то, что он нас возвращает на нашу малую родину. Да упокоятся души наших героев. Дай Бог здоровья нашим ветеранам. Напомним, что на сегодняшний день в селе Забух обеспечено постоянное проживание 146 семей, то есть 567 человек. Балифа Бахшиева, Сеймур Гулиев, Сибиси. В соответствии с планом подготовки на 2023 год, с подразделениями командос проведены специальные тактические учения. Об этом сообщает оборонное ведомство Азербайджана. В частности, были отработаны задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытающейся совершить диверсию. После оценки путем визуального наблюдения местности и проведения воздушной разведки, члены группировки были захвачены. Те задачи, поставленные в ходе специально тактических учений, проведенных в лесистой местности, были выполнены с высоким профессионализмом, подчеркнули в Минобороны. Минобороны Продолжим новостями экономики. Сегодня в центре внимания вновь зеленая энергетика. Обсуждаются актуальные задачи в этой сфере. Как в Азербайджане, так и в Казахстане. Более подробно расскажет моя коллега Анастасия Панарина в рубрике «Финтаймс и Карборен». Анастасия, здравствуй. Здравствуй, Медина. Да, все верно ты сказала. Кроме того, в Азербайджане выросло производство электроэнергии. Вот все более подробно прямо сейчас в рубрике «Финтаймс и Карборен». В столице Азербайджана составилось очередное заседание комиссии по использованию возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Министерство энергетики. В ходе заседания глава ведомства «Первис Шахбазов» подчеркнув стратегическую роль в ИЕ в дальнейшем укреплении энергетической безопасности страны. Также отмечена необходимость увеличения экспортного потенциала Азербайджана. На встрече рассмотрен ход реализации проектов «зеленой энергетики», реализуемых и планируемых в Азербайджане. Обсуждены документы, которые будут подписаны с компаниями «Аквапауэр» и «Маздар». Дана информация о проектах альтернативной энергетики, планируемых и реализации в Нахчеване. Министр также озвучил поставленные перед комиссией задачи на предстоящий период. За 11 месяцев текущего года в Азербайджане увеличилось производство электроэнергии. Как сообщает в соцсети «Икс» министр энергетики «Первис Шахбазов», производство электроэнергии выросло на 0,8% или на 223 миллиона киловатт-часов. В общей сложности генерация с начала года составила почти 26,5 миллиарда киловатт-часов. По статистике, министерство на долю теплоэлектростанции приходится свыше 24,5 миллиардов киловатт-часов, а на возобновляемые источники, включая гидроэнергетику, около 2 миллиардов киловатт-часов. При этом экспорт электроэнергии превысил 2,7 миллиарда миллионов киловатт-часов, а импорт составил 201 миллион киловатт-часов. Вопросы поддержки новых проектов по переходу к зеленой экономике обсудили накануне в правительстве Казахстана. Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что масштабная трансформация экономики требует в том числе увеличения объемов зеленых инвестиций. Для достижения страной углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более 600 миллиардов долларов. В связи с этим премьер поручил проанализировать барьеры, стоящие на пути зеленых проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам зеленого финансирования. Также в Казахстане предстоит подготовить соответствующие индикаторы и мероприятия для концепции по переходу к зеленой экономике. К настоящему времени в республике созданы необходимые для развития зеленого финансирования законодательные и нормативные базы. Принят новый экологический кодекс, внесены поправки в правовое поле для выпуска зеленых облигаций. В освобожденном от многолетней оккупации Ахдаме прошла научно-практическая конференция по вопросам развития туризма в освобожденных от оккупации районах. Дискуссии организованы Государственным агентством по туризму Азербайджана. В конференции участвовали представители государственных органов, туристической отрасли, инвесторы и студенты, изучающие туризм. В настоящее время в Азербайджане увеличилось количество туристических маршрутов, направлений и объектов. Сейчас в рамках концепции «Великое возвращение» на освобожденных от оккупаций в землях Карабахского и Восточно-Зенгизурского экономических районов идет масштабное строительство жилья, социальных и промышленных объектов. Об этом говорилось в Агдаме на первой научно-практической конференции на тему восстановления и развития туризма на территориях, освобожденных от оккупации. Эти территории обладают высоким туристическим потенциалом. Развитие туризма на освобожденных территориях – главная тема для Азербайджана на ближайшие годы. Ведутся проектные работы по созданию и развитию туристической инфраструктуры в Туге, Гадруде, Ходжавенде и Дашалты. В короткие сроки открытый парк отдыха в поселке Сугавушан – государственный историко-архитектурный и природный заповедник Туг. Туристические поездки в Шушу стали первыми свидетельствами развития туризма. С начала текущего года жемчужину Карабаха посетили более тысячи туристов. Отмечено, что работа по развитию туризма продолжится. Масштабные строительные работы, продолжающиеся высокими темпами, позволяют говорить о том, что Карабахский регион, богатый уникальной природой и интересными культурно-историческими памятниками, вскоре станет одной из главных туристических зон нашей страны. Сфера туризма как вид экономической деятельности является одним из основных направлений в процессе возрождения освобожденных территорий. В Карабахе есть все условия, чтобы воспользоваться этой возможностью. Комплексный туристический потенциал позволяет развивать здесь природный, экологический, исторический, культурный, медицинский и горный туризм. Важной вехой для Азербайджана стало включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пещер Азых и Таглар, как свидетельств проживания в Карабахском регионе в доисторические времена. Восстановление в Агдаме комплекса дворца Панахали-Хана и Джума-Мечети в настоящее время также в приоритете. Планируется, что реконструкция завершится в 2024 году. В районе знаменитого конного завода Агдама на историческом месте также планируется строительство центра разведения лошадей. В ряде районов намечено открытие туристско-рекреационных зон. На территории Кербаджарского района будут созданы пять туристско-рекреационных зон в районах сел Ванг, Истесу, Зульфугарлы, Султангейдар и Демирчидам. Туристско-рекреационные зоны также будут созданы в Ходжавенском и в Зангеланском районе. Кроме того, туристско-рекреационная зона Губадлы будет создана в Губадлинском районе, а Дорога Победы, пролегающая из Физулинского района в город Шуша, станет туристическим маршрутом. Сейчас реализуется концептуальный проект, направленный на создание необходимой инфраструктуры на Дороге Победы, объектов общественного питания для остановки и отдыха туристов. Работы на этом маршруте будут проведены в ближайшие годы. Строительство первого жилого комплекса Физули планируется завершить в ближайшие месяцы. Это позволит переселить в город 846 семей. К настоящему времени жить в этот город уже переехали 358 семей. Возвращение населения на эти земли еще больше способствует развитию туризма и созданию новых рабочих мест. Ожидается, что к 2025 году освобожденные территории посетят около 1 миллиона местных и иностранных туристов. Огромное значение сегодняшней конференции заключается в том, что сегодня мы коснулись восстановления Карабаха, как в научном, так и в практическом плане. В настоящее время в Агдаме везется большая работа как в сфере туризма, так и в другой масштабной инфраструктуре. И все эти задачи выполняются очень быстро. Мы верим, что один из основных вопросов самых интересующих туристов – проблема безопасности региона – будет постепенно решена. И в ближайшее время мы будем рады познакомить как местных, так и иностранных гостей с туристической инфраструктурой и красотами освобожденных территорий. Конференция продолжилась панельными дискуссиями. На них обсуждались инвестиционные потребности региона, а также процесс привлечения инвесторов в Карабах. Были представлены проекты студентов на тему «Научный взгляд на развитие туризма на освобожденных территориях». Важные вопросы были подняты и на круглом столе об инфраструктуре, туристических услугах и повышении качества сервиса на освобожденных территориях. Состоялся обмен идеями по организации туров, а также создание новых туристических продуктов в Сугалышане и других районах и повышению доступности услуг для посетителей. Антиинфляционные меры в Азербайджане и ход исполнения задач, стоящих перед профильными учреждениями, обсуждены на очередном заседании рабочей группы по мониторингу инфляции цен. По данным Кабинета министров Азербайджана, участники группы рассмотрели данные по изменениям цен на потребительском рынке в январе-ноябре текущего года. Также детально изучен такой аспект, как цены производителей. По данным официальной статистики, среднегодовая инфляция за 11 месяцев 2023 года составила 9,4%. Динамика инфляции снизилась вследствие воздействия внешних факторов и проводимой внутри страны антиинфляционной политики. Участники рабочей группы проанализировали исследования рынка продуктов по группам продовольственных товаров с наибольшим ростом цен. По итогам заседания заявлено, что в следующем году работа в рамках необходимых анфляционных мер будет продолжена. Поставлены задачи по обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, наблюдению за ценами и исследованию причин их роста. Стратегические отношения Турции и Азербайджана динамично развиваются. В настоящее время стороны стараются выполнить положение Шушинской декларации. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По словам турецкого министра, важным моментом стало обеспечение безопасности в плане коммуникации и прокладки линии электропередачи, а также развитие транспортных маршрутов. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс станет важным компонентом среднего коридора. Очень важно для нас использовать эту линию на максимуме ее возможностей, чтобы мы смогли занять надлежащее место среди мировых поставщиков товаров. Протокол о намерениях по железной дороге КАРС-Нахчеван был подписан во время визита президента Турции в Нахчеван. Мы стремимся реализовать этот проект как можно скорее. Нам приходится иметь дело с возможностями и рисками в энергетике на основе наших общих интересов и целостной стратегии. Расширение мощности ТАНАП и транспортировка азербайджанского газа в Турцию и Европу является одним из важных элементов стратегии. Мы вывели наше сотрудничество в сфере энергетики на новый уровень после прокладки газопровода Игдыр Нахчеван. За первые 10 месяцев текущего года товароборот между Азербайджаном и Турцией приблизился к 7 миллиардам долларов. Это превышает показатель за 2022 год на 15%. По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, за последние годы Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 миллиардов долларов. Вложения Турции в экономику Азербайджана составили 15 миллиардов долларов. Так, в настоящее время в Азербайджане действует около 4 тысяч компаний с турецкими инвестициями. Несмотря на все эти цифры и положительную динамику, мы обменялись идеями и считаем, что имеются возможности добиться высоких результатов в таких областях, как альтернативная энергетика, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, туризм и в других областях. И мы верим, что в ближайшее время мы будем наблюдать дополнительную положительную динамику в данных направлениях. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем продолжать следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь телеканалом CBC и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»